Кто знает, в честь чего назвали улицу Советская? Давай. На этой улице стоял Совет. Совет чего? Или кого? Это центральная улица Собсеха. Имя Верховного Совета ей присвоили во времена Советского Союза. Познавательный рассказ об истории главной улицы села – часть масштабного проекта 11-й школы. Следующая контрольная точка экскурсии – новый сквер воинской славы, который появился с подачи главы Анапы в этом году и уже стал любимым местом для селян. Здесь расположен мемориальный комплекс, посвященный погибшим в годы войны односельчанам. Несколько лет назад, увидев, что имена пяти солдат остались неизвестными, поисковая группа 11-й школы начала работу с архивами. Под руководством педагогов школьники не только отыскали информацию об этих людях, но и исправили ошибки в инициалах. Сейчас школа работает с документацией, чтобы добиться исправления имен на памятнике. По словам педагогов, главное преимущество подобных занятий – интерактивность. Они рассказывают, они делятся. У нас проходят классные часы, открытые классные часы, где они могут рассказать. У нас проводятся сочинения, у нас проводятся открытые уроки, мы даже делаем презентации. Ребята изучают не только, почему названа так улица, но ребята еще изучают, когда она возникла, протяженность этой улицы, достоинства и недостатки на этой улице, знакомятся с людьми, которые живут на этой улице, беседуют с ними, находят людей, которые имеют заслуги перед Родиной. Сейчас здесь готовятся к одному из главных праздников страны – Дню народного единства. Гвоздем праздника должно стать выступление школьного ансамбля. Теперь его репетиция проходит в отремонтированном актовом зале. Более полусотни детей входит в состав хореографического коллектива «Иверия». Его направление – танцы народов, проживающих в России. Ансамбль также многонациональный. За плечами участие в более чем 50 фестивалях, на которых они брали призовые места и гран-при. В пошиве народных костюмов педагогам помогают родители. Как считают хореографы, такой микс из разных культур помогает укрепить межнациональную дружбу. Делаем такие маленькие семинары, с детьми общаемся, даем понять, что мы многонациональная страна. Стихотворения дети всегда готовят по этой теме. То есть всегда идет не просто занятие у нас, а кроме этого устной формы. Это мы все рассказываем, чтобы дети понимали, где они находятся, почему сюда приходят, почему должны между друг другом они дружить. То есть все вот эти моменты всегда учитываем, мы стараемся все донести до них. Дети выйдут в мир, уйдут из школы. Они должны быть твердо стоять на своих ногах, у них должна быть сформирована гражданская позиция. Они должны отличать плохое и хорошее. Они должны многое, чего уметь, знать и самое главное, любить свою родину. Это самое главное. 4 ноября дети из школы села Супсех примут участие в общегородском концерте, который пройдет на театральной площади. Праздничная программа запланирована и в стенах 11-й школы, а экскурсии по улицам Супсеха будут проходить в каникулярное время. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.